Кабаровские люди вышли из-за бедности и явной несправедливости. Я думаю, что эта волна постепенно накроет всю страну. Еще пара цифр, которые говорят о бедности и несправедливости. Действительно, 20% людей в стране живут с доходами ниже прожиточного минимума, но еще хуже ситуация, например, среди многодетных семей. Я многодетный отец, у меня четверо детей, и внимание, 60% многодетных семей живут ниже черты бедности в стране. То есть, если вы планируете завести ребенка и тем самым поддержать развитие нашей Родины Великой, чтобы в ней было больше людей, вы сразу оказываетесь в плохом положении. Еще один аспект – региональное неравенство. Это тоже вопрос несправедливости. Но уровень расслоения регионов страны по доходам, по возможностям бюджета совершенно феерический. Абсолютно. Такого нет ни в одной стране мира вообще федеративной, где федерация. Просто вот простой элементарный расчет можно на калькуляторе проверить. Вот есть рядом два субъекта – город Москва и наша родная Московская область. Да, вот рядом находятся. Вы, так сказать, пересекаете МКАД и оказываетесь в другом мире совершенно. Просто арифметика. Бюджет города Москвы около трех триллионов рублей. При населении Москвы, ну давайте возьмем 15 миллионов. Ну там, реально, да. Путем деления бюджета на количество людей вы обнаруживаете, что на одного москвича приходится, внимание, 200 тысяч рублей. Берем Московскую область. Бюджет Московской области, ну я округляю, 700 миллиардов. Проживает, грубо говоря, 7 миллионов человек. Делением одной цифры на другой вы получаете, внимание, 100 тысяч рублей. В два раза беднее Москвы. Да, это вообще-то одна страна передом расположенная. Именно поэтому, ну так по разным оценкам, полтора миллиона плюс-минус жителей под Москвой ездят на работу в Москву. Именно поэтому пробки, перегруженные маршрутки и так далее. Это тоже вопрос несправедливости, неравенства и бедности. Значит, собственно, главные причины вот этого всего, это сверхцентрализация. Сверхцентрализация бюджетной системы, властных полномочий. Все решает Москва. И, кстати, против этого тоже вышли люди в Хабаровске. Это несправедливость и это коррупция. Я вот, чтобы так совсем по-простому объяснять, речь вот о чем идет. Представьте себе, что есть некий пирог, национальное благосостояние. Пирог такой, да? А бедность, это когда пирог маленький. А несправедливость, когда одним достаются жирные куски пирога, большая часть пирога, другим меньше. Следовательно, если вы хотите победить бедность и несправедливость, вы должны двигаться в двух направлениях. Первое – увеличивать размер пирога. И второе – резать его более справедливо. Не так, как вот пиццу на шесть частей режут, одному пять частей, другому одну. Да, как-то по-другому. Если говорить о том, что конкретно нужно делать в этих направлениях, у нас вот есть, вот она, большая такая программа «Борьба с бедностью». Ее писали академики, там достаточно назвать фамилии Руслана Гринберга, там других людей. Можно потом с ней ознакомиться на сайте. Ну, если по-простому, с точки зрения увеличения пирога, два ключевых направления, конечно, в экономике. Это уход от сырьевой модели. Я отдельно хочу остановиться на банковском секторе, потому что, на мой взгляд, Центральный банк, это понятно, проводил уже много десятилетий целевую политику, направленную на снижение инфляции в это дело. Но инфляцию мы, в общем, честно говоря, победили. Цены, конечно, растут, но все-таки уровень роста цен, там, 4-5% типа не сопоставим, да, с тем, что было там 20 лет назад. Вот. А нужно менять целевые задачи Центрального банка, это важный вопрос. В том числе переходить к тому, чтобы банк фактически выполнял роль стимулирующего органа путем кредитования, развития производства и так далее. Ну, и, конечно, разумный протекционизм, потому что у нас, так, ну, уже про это говорилось, это же понятно, когда у нас у начальников больших там недвижимости дети за границей. Соответственно, это один ход мыслей по поводу отечественного производителя. Вот. Что касается, как бы, более справедливой дележки пирога вот этого, могу сказать следующее. Россия побила все печальные рекорды. Есть такой индекс Gini, ну, наверное, слышали, это коэффициент, который показывает, значит, уровень неравенства в обществе. Чем он ближе к единице, вот, к 100%, тем неравенство больше. Российская Федерация с 2010 по 2020 год сделала фантастический рывок в росте этого коэффициента. Если брать 10 крупнейших экономик мира, куда Россия входит, ну, там, понятно, США, Китай, Индия, Япония, там, немцы, французы, крупнейшие экономики и мы. Мы победили всех. Мы вышли на почетное, в кавычках, первое место. Коэффициент Gini приближается к 90%. Никогда в мировой истории, ни в одной экономике не было такого коэффициента. Понимаете? Вот просто, даже в Индии и Индонезии, где, как вы понимаете, одни совсем нищие и голодают, да, другие там, старелитейными заводами в Британии владеют, там меньше. Мы сделали фантастический рывок. Вот. И, соответственно, раз уж коснулись там этой истории, я так скажу, у меня там особое отношение к повышению ставки подоходного налога, потому что именно я в 2002 году вместе с другими там товарищами делал налоговый кодекс в 90-е годы. Кто помнит, у нас была ставка прогрессивная. Я, как там, кооператор в начале 90-х платил 35% подоходного налога, но просто никто не платил эти налоги. И когда в 2002 году там под руководством, тогда Егор Тимурович Гайдар делал этот кодекс налоговый действующий, мы сделали плоскую шкалу, то у нас ставка уменьшилась за 13%, а поступления в бюджет резко выросли, потому что стали платить. Поэтому я считаю абсолютно правильным, оправданным планомерное повышение этого. Но, конечно, не в разы, не в 35% нужно приучать людей платить налоги. У нас более-менее приучились, и тут перебарщивать особо не надо. Но у нас же проблема не в формальных доходах. Вот чиновники, о которых сказал Игорь Васильевич, у которых там ГАИшников, ГИБДДшников, коттеджи там за миллионы большие и так далее, у них доход небольшой. Зарплата там, ну, 100 тысяч рублей, 150. Поэтому, мне кажется, более эффективно вводить налоги на сверхпотребление, потому что оно замен. Грубо говоря, не важно, какая у тебя зарплата, ну, то есть ты заплатил там 13-15%, да, важно другое. Если у тебя есть недвижимость на миллионы долларов, надо платить большие налоги. Точно так же, если ты там приобретаешь предметы роскоши, какие-то там яхты, дворцы, самолеты, собак каких-то. У нас многие любят собак самолетами возить, вы знаете. Вот, значит, то, соответственно, я бы на собак тоже брал, вот, которые бизнес-классом летают. Вот, и пару слов про выборы, поскольку я уже 30 лет занимаюсь выборами, в том числе, там, проектами, связанными с наблюдением и так далее. Понимаете-ка я историю? Две вещи скажу. Первое. Даже в этих условиях семидневного голосования, вот, которое было 1 июля, да, последний день, я, например, в Благопродном поставил наблюдателей, было тяжело. Попробуйте найти людей, которые будут 7 дней сидеть с комиссиями с утра до вечера, да, но не получилось. Я вам скажу, радикально отличаются результаты голосования на тех участках, где у меня были наблюдатели, от всего остального Подмосковья. Можете зайти просто в мои соцсети, там, везде, подпишитесь на меня, там, в Фейсбуке, в Телеграме, где угодно, я там все это увешивал. Это реально вот и смешно, и плакать хочется. То есть, рядом там, в одной школе два участка, в одном наблюдатели были, в другом не было, да. Где они были, явка 50%, где не было 80%. Странно, правда? А, значит, за поправки там, где, значит, они были 60%, там, где не было 85%. Чудно дела твои, господи. Люди как-то знают, вот они идут голосовать и смотрят, а, наблюдатели есть, мы пойдем вот туда, где их нет, и проголосуем за поправки. Я, как еще это объяснить? Даже боюсь, страшно придумать другое объяснение. Вот, значит, поэтому наблюдать мы будем, хотя условия тяжелые. Но я еще одну вещь хочу сказать. Прошу это передать начальникам, каждому, кто знает. Дорогие товарищи начальники, если вы думаете, что путем технических манипуляций, таких как многодневное голосование, таких как, значит, там, устранение наблюдателей, создание для них препонов и рисование выдающихся результатов, что 90% пришли, проголосовали и 90% поддержали там, единую Россию. Если вы думаете, что вы такими средствами можете остановить волну недовольства людей, вы сильно ошибаетесь. Вспомните пример КПСС, вспомните, какие там были цифры, явки и так далее, и что? Более того, если вы уж слишком нагло фальсифицируете выборы, отрезаете возможность для оппозиции в них участвовать, или там лидеров оппозиции там убираете, как вот этих наших бедных блогеров, да? Но смотрите Хабаровск, вы получите то же самое по всей стране. И кто будет в этом виноват? Я, который за честные выборы и наблюдения ставит и призывает там честно считать, или вы, которые все фальсифицируете, потом увидев на улице толпу, бросаете Росгвардию, или не бросаете? Я вам расскажу одну историю по поводу Росгвардии в Минске. Сейчас вы знаете, тоже выбор, у Лукашенко там полный караул, он проигрывает честные выборы, поэтому ему тут подбросили наших нечастных челукашников, чтобы он заговор увидел. Лет 12 назад это уже было в Минске, тоже он избирался очередной раз. Мы туда поехали там как бы наблюдать, и там, ну такая Минск, это же Белоруссия такая небольшая страна, все друг друга знают, и нас там через общих знакомых познакомили с командиром Минского, что-то типа Росгвардии, только Минского варианта. А там на улице ходит толпа людей, там все недовольны Лукашенко, тоже считали, что выборы фальсифицированы. Вот, и мы его говорим, ну что ты будешь делать-то, когда толпа выйдет? Он говорит, ну смотря сколько выйдет, если выйдет там тысяча, две, я их разгоню. Если выйдет 20 тысяч, или там 10, я точно не помню цифры, я буду охранять безопасность вышедших. А если выйдет 50 тысяч, я перейду на сторону народа. Вот, собственно, на этой оптимистической ноте я хочу закончить свое выступление.